Доброго дня, уважаемые коллеги! Зовут меня Калинин Игорь. Я являюсь менеджером по продажам территории Рязань-Тула, регион Север. Сегодня мы с вами находимся на Зернограде на участке с озимым яровым рапсом. На данном участке представлен озимый рапс. Норма высила порядка 30-40 растений на квадратный метр. С осени были проведены несколько обработок. Это были и рост стимуляторы, и фунгициды. Помимо этих препаратов в смеси были применены микроэлементы и бор. С осени обработок гербицидных никаких не проводилось. Весной обработок никаких не проводилось. Рап был посеян по парам, соответственно, он был чистый. Дальше по вегетации мы работали против склеротини препаратом Амистар Экстра. Фаза обработки была, когда последние лепестки начали опадать. Завершающая обработка была триозольными фунгицидами и инсектицидными по таким вредным объектам, как капустная моль и стручковый комарик. Сегодня мы можем вам продемонстрировать вот такое замечательное растение. Это озимый рапс. Можно здесь, в принципе, посмотреть, какая у него массивная корневая система, точка роста. Мы видим прекрасно, то есть, перезимовавшую, без каких-то повреждений, вредителями. Чистый листовой аппарат и очень прекрасное ветвление. Соответственно, мы имеем несколько кистей ветвей рапса, имеем стручки, не имеем абортации и повреждений от вредителя. То есть, мы тут планируем получить достаточно высокий урожай. Итак, уважаемые коллеги, сейчас мы вам продемонстрируем, для чего мы применяем препарат Амистар Экстра. Вот, зачем мы это делаем и что мы делаем, да? Значит, вот сейчас мы взяли растение, растение озимого рапса, хорошо распустившуюся. В принципе, у нас в области выращивают достаточно большое количество, в этом году порядка 10 тысяч гектар, но, к сожалению, фунгицидами работают мало. Значит, по прошлому году у нас была проблема со склеротинией, да? Склеротиния у нас находится непосредственно в стебле. Фаза обработки Амистаром Экстра – это конец цветения, для того, чтобы мы заблокировали ту инфекцию, которая с лепестками опадает на лист и переносит данную инфекцию. Значит, при осыпании последних лепестков, ну, они, в принципе, все осыпаются, они попадают на лист, и инфекция передается с лепестка через лист и, соответственно, заражает центральную часть стебля. Внутри стебля, если вы ближе к уборке разрежете, конечно, сейчас рановато, я просто показываю, что надо сделать перед уборкой и поглядеть. Вот здесь у нас чистая паренхима, но перед уборкой в прошлом году, это касается ярового рапса, здесь находились кругленькие такие плоскенькие склероции, которые блокируют подачу питательных веществ непосредственно в сам рапс. В итоге мы имеем низкую массу тысячи семян и потеря урожая. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами находимся на сорте участке ярового рапса, который нам любезно предоставила компания «Германский семяной альянс». Сеяли 24 апреля 2020 года, норма высева порядка 50 штук на метр квадратный по всем гибридам. Данные гибриды представлены системой «Клярфилд», то есть здесь работали определенными продуктами из гербицидной группы. В принципе, особых проблем по выращиванию в этом году не было. Весна была достаточно дождливая, прохладная, соответственно, вредителей было немного. Что мы наблюдаем на сегодняшний момент? Рапс у нас достаточно хорошо выкинул стрелку, начал ветвиться. Мы его, соответственно, до этого обработали инсектицидом «Каратезион». То есть, в принципе, другим инсектицидом здесь смысла не было работать, потому что капуста и моль как бы отсутствовало. И до этого как бы крестоцветной блохи не было, которая, скажем так, достаточно сильно вредит. Поэтому здесь была одна обработка «Каратезионом». В принципе, «Каратезион» в своей задаче справился. То есть мы вот так вот можем посмотреть, да, по бутончикам. У нас вредителей нет. Рапс чистый, рапс хороший, вот, неповрежденный. То есть, обратите внимание, да, бутончики все на месте. То есть препарат сработал, препарат свое дело сделал. Сейчас, когда рапс немножко еще подтянется и раскустится, он будет скидывать цветок. Мы будем здесь работать «Амистар Экстра» против склеротиниоза. И далее у нас будет инсектицидный и фунгицидный препарат по стручку. Для того, чтобы избежать альтернариоза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok